Делаем то, что надо доделать. Женечек мне купил магниты. И в таком вот станке мы берём и доделываем. Почему? Потому что... С противоположной стороны, наверное, сюда не... Жень, смотри, да. Вот я тут на коленке попытался делать, и фигня получилась. Вот. Получилась фигня, и теперь приходится переделывать. Вот теперь уже куплены магниты, и вперёд. Сейчас покажу, пока Женя делает второй. Вот они немножко выступают здесь. И вот для чего, опять же. Когда работаешь, проблема в том, что куда-то положил, покатилось. А так вот дрынь, и он никуда не укатился. Положил, что-то это самое, а он держится вот. Вот, всё, красота. А то он обычно всё это падает. Точно так же я вот купил грибочки градовые, которые тоже с магнитиками в одном интересном месте сделаны. Даже они, когда отстреливаются, они летят, падают вот так вот. Опа, упало, неудачно. Вот видно. Вот, пожалуйста. Два магнитика как бы хорошо. Вот, и можно спокойно работать. Вот, а так всё это падает, и обязательно летит под машину куда-то. Каждый раз за ним лазить уже, честно говоря, надоело. Это я всё к тому, что лень двигатель прогресса. Кто-то такое сказал, и я с ними абсолютно согласен. Вот он и второй наш пробойничек уже практически готов. Вот, ходовые испытания прошёл. Вот и всё. Спасибо, Женя, большое. Вот теперь можно работать. Да, запасной даже магнитик есть. Если на что, я, может, их повклеивал бы туда. Да, всем советую. Вот, есть смысл, да, вклеить, чтобы они там не игрались туда-сюда. Цена магнитика очень большая. Да, и цена... Да, 15 рублей цен на одному магниту. Есть смысл покупать и делать самим, чтобы не переплачивать. Вот, но делать надо в станочке. Вот я тут немножко, можно по-русски сказать, накосячил, потому что... Как на коленке не сверли, а вот в таком вот станочке получается гораздо лучше аккуратно. Даже в таком сверлильном получится лучше. Да, даже в таком. А если есть хороший сверлильный станок, то вообще вопросов нет. Ну, в общем, все поняли, о чём идёт речь. Вот эти вот два пробойничка я покупал, это как бы завод сделанный. Ну и цена у них приличная. Вот этот 1200, тот ещё сколько. А этот где-то рублей, я не помню. Самый там, ну, полно. 300-400-500. То есть, получается, за магнитики мы платим, мама не горюй, какую цену. Вот. И второй момент ещё, опять же, работая мини-лифтером, или работая, опять же, вот таким вот обратным молоточком, мы когда, как бы, грибок вот от поверхности отстреливается, он там скачет, и бабах, и привет. А так вот... А так вот они... отстреливаются, и опять же, приклеились, и никуда не падает. Опять же, даже работать удобно. Вот так их поставил там, допустим. Тут же термопистолет, термоклей, пистолет раз, поработал. Вот. Отстрелил опять его. Цак, и он на месте всегда, под руками. Потом собрал, и всё. Все проблемы кончились. Вот. Так что, вот, лень двигатель прогресса. Есть смысл оборудовать вот такие магниты, магнитами, которыми вы пользуетесь, как говорится, часто, которые у вас в обиходе часто. Есть смысл оборудовать такими магнитиками. Вот. И будет вам счастье. Вот. Женя решили, да, немножко их доработать. Приклеить. Чуть-чуть, да, на космофен приклеить. Вот. И будет всё взорвут. Я думаю, что теперь будет всё хорошо у нас. Вот. Основные пробойники эти. Вот эти у меня все они уже оборудованы, как видно, магнитами. Не буду их снимать. Вот. Да, спасибо. Вот. И даже палка-стучалка у меня одна есть. То же самое. Вот. Я её замотал. Как мы видим, тоже вот с магнитами. Очень удобно. Выручает, как бы, очень хорошо. Ну вот. Так что, ещё раз повторюсь, лень. Это двигатель прогресса. Всё. Всем спасибо. Пока-пока. Здесь тоже вот вмятинка, вроде небольшая была. Да что ж такое, он не настраивается. Вот здесь, пожелано. Вот ещё один инструмент, по ходу пьесы, изобрёлся. Вот. Может, удастся мне снять сейчас. Не перехватывает камера. Вот, я глажу. И очень даже эффективно. Вот такой вот инструмент. Подвес. Сейчас на свет выйду. Подвесик. На нём вот эти вот краешки тут, как бы, уже подзаглаженные. Вот, и такой вот палкой-забивалкой можно очень хорошо, очень даже эффективно, вот этими краешками или плоскостями, вот этими местами, вот, очень даже хорошо работать. И как тычком, и как гладилочкой, вот так. И довольно, очень даже хорошо вышло. Вот, попытаюсь я снять. Здесь вот на этом месте было прям так. Неспокойно, некрасиво. Сейчас уже более-менее. Вот здесь вот ещё маленькая вмятинка. И тут чуть надо подпробить. Ну, уже по сравнению с тем, что было, это так. Детский сад осталось подправить.